но здесь по поводу семинаров но семинары я пока не планирую то что нужно это другие вещи делать потому что к сожалению многие спрашивают не только записки и послать на мой сайт вот мы готовы пройти обучение тестируйте нас мы готовы все пожалуйста ну вопрос как человек не понимает что я не могу проводить школу с одним человеком пример это займет подготовка примеру до нескольких лет и что я должен бросить все что я делаю для того что этого человека который хочет чтобы он получил что-то дал то что он хочет поэтому спрашивают и готовы я понимаю но когда будет при этом время тогда будет проводиться пока это времени сейчас я сюда привожу пример для того чтобы когда корабль тонет и у кого-то пеницид должен сначала залатать пробоину а потом лечить пеницид если нет возможности делать и то другое без хлеба а бросаться лечить на пеницид а корабль вытачтануть это неправильно потому что даже вылечив пеницид у человека ну словно скажем так дав человеку одному проведя это не значит что человек сразу готов будет действовать готов будет работать на соответствующем уровне это займет очень долго времени потому что это кажется вот типа вот мы готовы воевать да вот типа сразу дайте нам пулемет ну другого уровня да мы будем воевать не так то просто потому что необходимо не только иметь инструмент допустим человек вот когда ну кто-то компьютер недавно купил есть таких кто недавно славит компьютер в здесь зале недавно ну когда так были все кто купил раньше первый раз сел за компьютер вы купили компьютер и думаю сейчас сейчас сяду и все будет просто да потребовалось довольно-таки много времени чтобы освоили как работа программы как пользоваться правильно им правильно же да у кого-то это легко получило кто-то так и никогда не освоил правильно но в любом случае у любого человека занимает больше или меньше времени это компьютер который в принципе весьма простой в управлении и понимании так же можно сказать любой дисциплины любого действия когда человек сталкивается явлением совершенно другого порядка там гораздо сложнее освоится и извините дать кому-то сказать что-то и чтобы этого человека выбросить на поле боя где его мгновенно уничтожит вы думаете что черненький будет ждать если новичок и не понимает что к чему будем ждать пока он поймет что-то да они тут же уничтожат просто ноги есть немножко идеализирую что вот если получить в руки компьютер то сразу он может создать что-то супер невероятное там компьютер такой вероятно существует но пока моя практика показывает что несколько сотен человек пришли через это да они сдвинулись с мертвой точки которые были продвинуться вперед по отношению к тому что были довольно значительно но по крайней мере ни одного из них я не могу назвать ну из тех кто пришли обучение которые готовы хоть какой-то битве даже на самом простом уровне потому что их тут же уничтожили и если ребенку дать пулеметы не значит что он выйдет и начнет им пулеметы правильный пользу даже его не поднимет правильно поэтому для того чтобы подготовить действительно это нужно будет но это не значит что когда будут подготовлены люди что они сразу подключатся и сразу будет делать работу просто вам привожу один пример несколько нового опера но тоже понимаю обозвающих понимать это когда в штатах у меня была группа людей которых я наблюдал кажется мне это тоже положительно потому что можно было течение много времени за людьми что с ним происходит когда им дают что что нужно как они это усваивают и как переваривают и самое смешное что самое сложное очередей именно избавляться от тех наработанных шаблон которые у них были раньше то что на других уровнях совершенно другие законы совершенно другой принцип действия и так далее но люди приносят то что не привыкли на другой уровень не до не думая о том что нужно менять восприятие сразу по другому так вот где-то в тысячи пятом году был такой ситуации на семинаре который пройдет регулярно у меня типа вот ты почему ты нам не даешь мы готовы типа воевать воевать драться с врагами с человечеством и так далее а ты нам заставляешь ерундой заниматься реально вы сначала ты вы думаете ерунда вот сначала выполнить эту ерунду потому что принцип действия этой ерунды позволяет вам внутрь лечения простейших проблем и так далее то что когда вы отработаете механизмы работы с больным принципы те же самые если вы не будете допускать ошибки на этом уровне вы не допустите ошибку там тоже если вы лечить человека и не можете вылечить очень долгого времени потому что вы неправильно настраиваете к себе задачи не понимаете что детали и так далее то с человеком хуже не станет но если вы с таким пониманием лезете где война идет и будете такие ошибки допускать там вас уничтожены мгновенно ну слова же никто не любит слушать правильно же все считают что это я лапшу на уши вижу чтобы не допускать их поэтому я провел такой простой практический эксперимент хорошо давай на дело еще далековато давайте посмотрите у вас есть защита у каждого из вас есть поставленной защитой видите да видим видите там вот стоит мой значок такой вот ну типа знак стоит видимо вот смотрите ваша задача есть следующая я объяснил все вы можете скопировать полностью делать копии защиты можно создать совершенно свою собственную защиту и может совместить комбинировать что-то свое что-то мое и так далее вот когда вы сказать готовы скажите я уберу свою первый человек который начал пробовать эксперимент пошел добровольца подобным кроликом я хочу снять все защиты давай по одной сначала не спеша ну что я готов я снимаю свою защиту в течение нескольких секунд и не найдет нападение и если бы не остановил это нападение то он был похож когда пиранье кидаются на быка ну понимаете что получается в одессе быком после только на ней пиранье я это остановил процесс блокировал из как смотри вот здесь пустил вот это опустил вот здесь попустил вот это вот здесь просила это вот здесь это о понял понял делает опять готов опять снимаю опять нападая то есть несколько раз нападали пока я с помощью моей он не построил такую защиту которая нужна для первого уровня в 2 уровня начинается то же самое ну 2-3 уровня провел пока тоже нападали так сказать уничтожали почему его и так далее вот еще ну кто следующий следующий это приходит тоже начинает тоже сделать снимаю снимаю ничего не происходит него такая вот улыбочек появляется. Ну, доволен же, он учел себе ошибки, правильно? Следующий, второй, третий, четвертый. Я говорю, что дальше будем идти? Ага. А посмотреть не хочешь вокруг? Ага. А посмотреть нужно? Ага. Посмотри. Когда он посмотрел, у него глаза такие стали. Что оказалось? Что когда первый пробовал, вот в Мирской Шуши, знаете, шавки разные, астральные паразитики, кидались на него. И те видели, что когда кидаются те, что-то изменяется, и получается уже недоступным. Когда второй пошел, зачем? Мы их в шавок разгоним, чтобы они не кидались, потому что шавок только как у пираник, четкий, сразу кидается. Они позволили ему зайти далеко, у которого все уровни защиты были проблемами. И если бы я не остановил его, мы просто бы уничтожили, и все. Вот, пожалуйста, после этого никто и не сказал, что я кого-то там задерживаю, не пускаю вперед. Потому что в реальной жизни, я показал им такой реальный кусочек жизни, это мелкие шавки кидались, когда они пытались без защиты идти. Они даже, когда человека не трогают, когда он живет под защитой, созданной мной, он уже все замечательно, все прекрасно. Но если защиты нет, оказывается, что человек сам, даже сам себя защитить не может. Так вот, для того, чтобы защитить себя хорошо, всегда надо защитить, не то, чтобы воевать. Нужно знание и понимание, нужно чувствовать нюансы. И вот для того, чтобы наработать понимание, требуется время. Но из них никто не хотел. Когда я говорил, для того, чтобы действительно, вы должны освоить это, я рекомендую брать, допустим, проблемы, которые простейшие такие, допустим, язву желудка, например, или двенадцатиперстного кишки, например. Почему? Очень легко определяется, быстро фиксируется. Это несложно, тебе нужно задействовать весь организм, зарычайшим исключением. Делаемся максимум две недели, и от язвы и рубцов ничего следов не остается. Но никто из них это не делал. Им сразу тянуло великие дела. А потому что, я говорю, понимаете, вы сначала должны научиться сканировать, получать информацию, не какую вы хотите, а достоверную информацию. И вы должны убедиться, что информация, когда вы получаете, не то, что вы хотите, а то, что на самом деле есть. Потому что, если вы будете получать информацию, которую вы хотите, то понятно, куда это заведет вас. Второе, вы должны не только получить информацию правильную, вы должны правильно создать стратегию, что вы должны делать в данной ситуации. Вы создаете стратегию-тактику, вы начинаете использовать свой потенциал, и если вы правильно делаете, то вы решите проблему. Если вы не делаете правильно, даже если будет правильная стратегия-тактика, Нужного качества потенциала у вас не будет, вы это не решите. Так вот, когда отрабатывать на таких вещах, как, допустим, язва, болезнь, небольшая проблема, человек мог бы отработать, и на других тоже, человек мог бы отработать принцип работы, который можно применять на любом уровне. И без этого принципа, вот такого подхода, как я объяснил, как нужно работать, то же самое принцип, для того, чтобы боевать с противником, то нужно уметь его сканировать, получать информацию достоверную, продавить анализ информации, создавать стратегию тактики борьбы, создавать потенциал, активизировать потенциал и действовать. Если это не проведете, вы будете, человек будет уничтожить через несколько секунд, если не меньше. Будет польза таких помощников, скажите. Поэтому пока корабль идет на дно, нужно думать, золотать пробоины. А вот когда попробуем золотаем, вот тогда появится время, чтобы можно было уже потихонечку, имея время, начинать учить людей, как действительно правильно действовать, для того, чтобы они действительно обрели знания. И даже те люди, которые хотят приметать знания, они тоже, у них есть шаблонные подходы. То есть они начинают пропускать через себя и от себя это нанести. То есть это как ему кажется. Понимаете, когда вы работаете, когда можно получить точную информацию, когда вы не проецируете то, что вы думаете, а вы сначала получаете информацию. А в большинстве случаев тоже проблема с теми же студентами, которые им было 13 лет, почти без малого, была в том, что они натыкались в то, что их устраивало, их понимание устраивало, и дальше не шли. То есть они никогда не доходили до первой причины. А любую проблему можно решить только тогда, когда вы решите, определите первую причину, и только когда найдете первую причину, вы сможете разработать стратегию и тактику, чтобы ее разрешить. И тогда симптомы все исчезнут автоматически, а не наоборот. Поэтому обучение будет только тогда, когда придет в это время для того, что действительно можно делать. И даже те, кто пройдет обучение, знают, что они становятся воинами сразу. Потому что я не монстр, не собираюсь бросать младенцев, извините, что я говорю, чтобы их тут же уничтожили. Вот когда они вырастут, когда нам придет опыт, а это берет время больше и меньше, зависит от каждого человека, вот тогда они будут действительно воины. А пока они просто будут средствами для уничтожения. И наоборот, не только уничтожения, уничтожения это полбеды. Худший вариант, когда их захватят и будут использовать то, что им дано, против того, с чего мы боремся. А это еще хуже. Так что, к сожалению, когда будет время, надеюсь, я буду живой еще к этому времени, и проведется школа, обучение, для того, чтобы действительно подготовить людей, но это займет очень много времени, к сожалению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...